С 1 января жители Барнаула обнаружили в своих квитанциях то, что плата за тепло увеличилась по сравнению с платой за тепло в декабре. Сегодня поговорить на эту тему мы пригласили директора Барнаульского филиала сибирской теплосбытовой компании Игоря Холодкова. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый же вопрос, собственно, с чем это связано, такое повышение? Это будет постоянно или это только одноразовая акция? Данный факт имеет место быть, однако ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Все мы живем в Сибири и большинству горожан, наверное, знакомо такое понятие, как осенне-зимний период. Пуск отопления, как и окончание отопительного периода, распоряжением администрации города фиксируется. Соответственно, датой начала является исполнение 354-го постановления Российской Федерации в части требований к температуре наружного воздуха. Когда температура наружного воздуха становится ниже в течение пяти суток подряд, ниже 8 градусов, плюс 8 градусов, дается запуск отоплению. И, собственно говоря, наоборот, когда в течение тех же пяти суток устанавливается плюсовая температура, отопительный период заканчивается. Ровно этот фактор влиял у нас и на объем, в первую очередь, в квитанциях за январь месяц. И абсолютно беспокоиться о том, что это будет на постоянной основе, не следует. Чтобы как-то успокоить горожан, я хотел бы отметить, что стоимость и объемы, они исключительно по приборам учета и по тарифно-балансовому решению. Соответственно, в рамках отопительного периода 2015-2016 года тарифы изменению не подлежат, но объемы в отношениях с исполнителями коммунальных услуг определяются исключительно по приборам учета. То есть, главнее всего, все-таки погода в доме, получается? Да, погода в доме главнее, но сегодня влиять на небесную канцелярию нам, к сожалению, возможности нет. И это основной и ключевой фактор того, что январская квитанция возросла. Игорь Владимирович, как у Вашей компании обстоят дела с задолженностью? Кто основные должники? По состоянию на текущую дату у нас дебиторская задолженность в компании составляет 1,2 млрд рублей. К сожалению, через три дня после начисления за февраль эта цифра возрастет. Следует отметить, что 85% всей задолженности – это сфера жилищно-коммунального хозяйства. Отмечу пару проблемных с точки зрения оплаты потребителей данной сферы. Это у нас «Прогресс плюс», который в конце 2015 года попал в рейтинг недобросовестных плательщиков Российской Федерации. Ну и трест центрального района. Хотелось бы затронуть и категорию промышленности. Тоже сложная, неоднозначная категория. И здесь не все хорошо по платежам у Алтайского моторного завода и у Барнаульского радиозавода. А какие инструменты в вашей компании применяют для того, чтобы бороться с такими должниками? Инструменты довольно широкого спектра. Мы активно используем фактор судебной работы, где в личном диалоге, в личном контакте пытаемся помочь потребителям и спланировать свой бюджет, спланировать свое потребление в первую очередь, в том числе его оптимизировать. Также активное внимание и большое внимание уделяем претензионной исковой работе. Ну и как следствие уже работе по исполнительному производству в рамках исполнения решения суда. Ну вот, кстати, с нового года начиная начал действовать уже теперь закон о повышении платежной дисциплины. Что это означает для тех, кто все-таки не хочет платить вовремя? Да, 3 ноября 2015 года был подписан закон федеральный номер 307 и вступил в силу он все-таки с 1 января 2016 года. Данный закон предусматривает увеличение штрафных санкций к недобросовестным плательщикам. Закон касается абсолютно всех категорий потребителей и жителей, и бюджет, и промышленные предприятия. Разница лишь в том, что увеличивается сама процентная ставка, и для каждой категории потребителей она своя для своего периода просрочки. А как избежать недобросовестных работ с недобросовестными управляющими компаниями? Отмечу в данном моменте, наверное, два фактора. Первый – это выбор самого исполнителя коммунальных услуг на начальном этапе. То есть предлагаю здесь подходить жителям Барнаула ответственно и серьезно к выбору. Ну и второй фактор – это выбор условий оплаты напрямую в ресурсоснабжающую организацию. То есть жители сами могут выбрать и платить без посредника, без управляющей компании? Да. Существует такой механизм, когда жители путем общего собрания жителей дома выносят такое решение о перечислении денежных средств напрямую ресурсоснабжающим организациям за все или некоторые виды коммунальных услуг. Данное решение должно быть в обязательном порядке оформлено протоколом общего собрания жителей, копия которого должна быть направлена в ресурсоснабжающую организацию и на вычислительный центр ЖКХ. Второй адресат, он не обязателен, потому что уведомить можем вычислительный центр и мы. Допускается данное условие в тексте договора управления многоквартирным домом, который также утверждается общим собранием жителей и предоставляется в те адреса, которые я сказал выше. У вас есть какая-то уже картина, сколько жителей перешли на такую форму работы? Да, мы занимаемся уже два с половиной года практически переводом и отнесением жителей. На сегодня 637 жилых многоквартирных домов выбрали такую форму расчетов. Это порядка 30% всей доли рынка зоны присутствия сибирской генерирующей компании. А что делать тем, кому препятствуют управляющие компании в таком переходе? Есть ли такие случаи? Как я уже отметил, выше выбор за жителем, за горожанином. Соответственно, если факты препятствия есть или есть, скажем, нежелание исполнительных коммунальных услуг идти в этом направлении, у конечного потребителя, у жителей города Барнаула есть право обратиться либо в жилищную инспекцию, либо в прокуратуру, где в обязательном порядке дана будет правовая оценка действиям должностных лиц, исполнителей коммунальных услуг. Сейчас множество сервисов, которые помогают или наоборот не помогают жителям совершить оплату. Какие, на ваш взгляд, являются наиболее эффективными и действительно помогают людям? Я бы здесь на две составляющих разделил, учитывая, что барнаульская генерация отпускает свой ресурс как непосредственно жителям города Барнаула, это частный сектор и дома с непосредственной формой управления. Вот в этом формате на сайте СГК создан личный кабинет, где граждане могут занести показания, собственноручно посмотреть и распечатать платежный документ и даже оплатить свой платежный документ дистанционно. Для другой категории, где отношения выстраиваются через исполнители коммунальных услуг, довольно хорошо развит личный кабинет в системе город, где практически те же услуги, за исключением оплаты, сегодня доступны. Но с точки зрения сервисов оплаты сейчас все больше популярность приобретает автоплатеж и онлайн-сбербанк. То есть активно жители города пользуются этими услугами. Вы назвали сегодня огромную сумму, больше миллиарда рублей задолженности. Как это может влиять, собственно, на вообще теплоснабжение города и на то, есть ли в домах барнаульцев тепло? Может ли? Может и влияет. Поставки тепла и горячей воды жителям города Барнаула предшествует трудный, тяжелый, длинный цикл выработки и передачи тепловой энергии. Недополучение денежных средств может влиять как на прохождение осенне-зимнего периода, так и на подготовку к следующему. Платежная дисциплина – это часть нашей коммунальной бытовой культуры. И хотелось бы призвать и горожан, и предприятий разных форм собственности к повышению платежной дисциплины. Тем более, что мы с вами затронули 307-й федеральный закон, и с 1 января 2016 года за несвоевременную или неполную оплату придется платить больше. Будем надеяться, что не случится это и действительно, повторюсь, погода в доме важнее всего. Благодарю вас за беседу, за то, что ответили на наши вопросы. Удачной вам работы. Спасибо большое. Это была программа «Наше время». Мы сегодня беседовали с Игорем Холодковым, директором Барнаульского филиала «Сибирская теплосбытовая компания». Всего вам доброго и берегите тепло. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok